Здравствуйте, друзья! Вы на канале Уютные Чаепития, с вами я Ирина Резвая. Сегодня 1 марта. Наконец-то, наконец-то пришла весна. И пусть холодно, пусть пасмурно, пусть сегодня нет солнышка, но она пришла, эта весна. Мы ее дождались, и приближается лето. Мы не будем думать, что лето у нас короткое. Мы сейчас будем думать о том, что нам надо сейчас наслаждаться каждый день солнцем, заряжаться хорошим настроением. У меня оно есть. У меня есть хорошее настроение. Я думала, эта зима никогда не кончится. Почему-то мне было эту зиму как-то тяжело переносить. Я не знаю почему. Может быть, из-за того, что были такие... Но это уже вторая такая зима, когда такие нехорошие события в нашей семье. Вы знаете, кто меня давно смотрит, что это за события, да? И все время дома, никуда не выходишь, все чем-то занимаешься. Рана темнеет. Меня это вообще убивает, когда рана темнеет. А еще больше меня убивает, конечно, когда високосный год. Когда вот этот лишний день февраля, когда мы настраиваемся, что день... Вот вроде бы один день, да? 29 февраля. Вот чем он мешает? Другие, да? Месяца там... Месяцы там 31 день, 30 дней. А тут вроде бы 29 всего. И все равно этот день у тебя вот как будто бы украл день весны. Хотя она никак не уменьшается. Как будто бы зима она дольше задержалась. Ну, не хочет зима уходить. Не знаю, какая, конечно, будет весна. Какую весну обещают. Кто что говорит. Но я уже знаю, что она пришла. Я счастлива. Короче, у меня здесь курица уже поставлена в духовку. Мне надо приготовить ужин до пяти вечера, потому что мы сегодня едем на дачу. На дачу мы едем, а вернемся уже завтра. На дачу едет Коля из-за того, что надо отвезти летнюю телегу к мотособаке. И если эта телега не вместится, он будет как-то сзади, то ли стекло, что ли. В общем, он как-то будет делать так, чтобы эта телега вместилась, но двери будут как-то приоткрыты сзади. Не знаю. Не могу даже себе этого представить. Итог этого, если не влезет эта телега, я никуда не поеду. Я останусь дома. Вот чего. А поехать, конечно, хочется. Вроде бы и дел никаких нет еще пока, да. Вроде бы, что меня туда надо, дома чем-то позаниматься. Я бы могла бы тех же пельменей поделать. Но я не могу. Я уже настолько привыкла каждые выходные уезжать, что я уже все. Уже пятница, мы уже эту пятницу ждем. У меня уже Коля пятницу ждет уже со среды. Как говорится, да, среда маленькая, пятница. Вот он уже со среды, все. Про весну стали говорить. Мы, конечно, с Колей посидели, поговорили. И мы сделали вывод, да, мы ничего за эту зиму не достигли. Мы ничего не сделали для строительства. Мы немножко, конечно, купили утеплителя. Но вот так вот у нас не получилось. Не получилось закупиться каким-то материалом. Не знаю, получится или нет еще, пока есть дорога, что-то привезти. Потому что переправа пока у нас бесплатная. Скоро опять за нее придется платить. То есть вот тут еще головная боль. Это, конечно, приятная такая головная боль. Да, ты делаешь для себя. Ты делаешь для себя. Просто хочется начать. Коля говорит, я уже хочу что-то с этим домом делать. Я уже хочу там что-то уже строить. Но вот осмотрим. Ладно, не будем себе зацикливаться на этом. Не будем вот что. У нас есть домик, где можно жить, где можно, как говорится, укрыться от дождя и холода. Поэтому это хорошо. Так, и что еще? Сегодня мы еще с Колей будем, вернее завтра, Коля будет измерять расстояние от домика до реки. Сколько там еще в реку. Нам надо купить большой шланг, нам надо купить провод. В общем, все то, что пойдет для закачивания воды из речки. У людей проведены, у многих. Кто-то друг к дружке еще подключается. Коля говорит, я хочу сделать свое, потому что все-таки тут маленький домик, потом будет новый дом. Будет ли скважина или нет. У Женьки, американцы, скважина есть. Но вроде бы эту воду вообще нельзя никак. Употреблять-то понятно, что нельзя. Там питьевую эту воду, ладно, можно будет и привезти, и поставить фильтры. Там нам Влад большой такой фильтр хороший оставил. И фильтры установить можно. Но не знаю, надо бы эту воду, конечно, взять для пробы, отвезти на анализ. Вообще, что там за вода идет. Я не думаю, что вода хуже, чем вот где-то. Ведь у нас, где мы, помните, я вам рассказывала, да, что мы искали дома. И очень у многих, вернее, во многих местностях, вот, например, взять Талаги, где строят дома. Там тоже нет речки, там тоже скважины. Потом вода есть в Заострове. Но около Заострове, например, там деревня такая большая, мы там тоже домик смотрели, там идет вода. Не знаю там, откуда она идет, правда, со скважины или нет. Но там люди моются и души, и ванны. Мы вот одну, одну женщину смотрели. А, например, рядом местности, там вообще воды нет, там привозная, там даже еще никто скважины не рыл. О том скважины делают, кто Архангела Городца знает, вот за железкой на Сульфате, где идет у нас строительство вот этих домов. Там земля очень дорогая, но там тоже нет воды, там ее не провели. Если с города ее только проводить, эти коммуникации, не знаю, когда-нибудь это будет или нет. И тоже люди копают скважины, говорят, что там очень много железа в этой воде. В общем, я так говорю к тому, что мы будем воду брать с реки, с реки будем брать, а дальше уже будем думать. Дальше будем думать. Питьевой воды привезти можно, можно заключить и договор с водоканалом. Это очень далеко идущие планы, нам пока не до этого. У нас есть кубовик, который можно поставить, либо сделать какое-то строение, чтобы этот кубовик стоял, и он не упал прочно, он же большой. И оттуда еще туда закачивать воду, и оттуда уже будет вода распределяться. И мне, может быть, на кухню будет вода, и, может быть, и в баню потом качать. Короче, сначала нам надо сделать вот этот насос. Это будет первый этап. Хотя бы сделать это, а уже из этого уже что-то будет новое получаться. Люди там годами так живут, но видите, кто-то, вот, например, Васильевна, они же вообще там живут уже сколько лет, и им воду привозят с водоканала, а на все остальное они качают с речки. Но у ней нет машинки автомата. Она все вот так стирает такой обычной машинкой, где-то руками. А для машины автомат, конечно, нужна хорошая вода. Я Коля говорю, я говорю, Коль, а говорю, мы поставим этот насос из речки, вода будет закачиваться, она же будет грязная идти с реки, но все равно там же так иллистое такое дно. Говорит, там специальный есть фильтр, какой-то мешочек, что ли, который не пропускает эту грязь, и вода уже идет более-менее чистым. Он нам оставил такой хороший фильтр, как ведро, вот он показал, как пользоваться. Говорит, это очень хороший фильтр, через него вода из речки, воду даже можно будет пить. Мы, говорит, пили ничего, все нормально, даже вроде как и на анализ возили эту воду, все хорошо. Ну ладно, это не первая необходимость. Вот курочка у меня там запекается. Сделаю что-то на гарнир, кирюха, обычно будет рис, может макароны сварю, и нам тоже что-то на готовое, потому что на даче готовить не хочу. И еще мне надо самой успеть покушать до шести вечера, потому что я уже четвертый день сегодня стараюсь вообще после шести ничего не есть и даже не пить кефир, чисто вода. Почему? Не то, чтобы избавиться от лишнего веса, я вам скажу, что не настолько... Ну, у нас, конечно, обильное питание. У нас и выпечка есть, у нас и мясо, и суп. У нас обычное питание, да, как и во многих семьях. У нас редко бывает какой-то фастфуд, там, или какие-то роллы. Мы не пьем газированных напиток, напитков, вернее, да. Мы не пьем пиво, ну, Коля там иногда может себе позволить, да, на выходные он может что-то спиртное себе позволить, но как бы я вам не показывала на камере, я все равно этого очень мало принимаю. То есть от этого я не полнею. Перестройка организма идет. Видимо, все равно наш организм меняется, и за счет этого, конечно, я отекаю, сильно отекаю. У меня отекают ноги. И первое, что, конечно, приводит, какой результат будет интервального голодания, это уйдут хотя бы отеки. Потому что я что-то поделала, поработала. Те же пельмени там, те же, может, торты, те же орешки. Я потом вечером стою, и у меня уже, смотрю на свои ноги, они у меня уже, знаете, как перевязочки на них. Это отеки, ноги болят. Но у меня еще вены, видите, еще варикоз. Тоже бы надо заняться бы своими ногами. Вообще своим организмом, конечно, надо заниматься. Ну, ладно, в общем, короче, мне надо успеть поесть до 6 вечера. И тяжеловато. Вечером, конечно, не то, чтобы мне хочется есть. У меня нет желания такого, ой, что-то пожрать, набить там желудок. Нет, мне хочется, например, выпить кефирчику, да. Так как все-таки советуют вообще ничего, кроме воды за эти 16 часов. Поэтому я креплюсь. Только вода. Но я его нарушаю, это интервальное голодание, утром. Утром без кофе я не могу. А не сладкий кофе я тоже выпить не могу. Поэтому у меня кофе сладкий. Говорят, что будет выброс инсулина там или еще что-то. В общем, что-то вредит. Но я просто не могу. Я прерываю вот это интервальное голодание чашкой сладкого кофе. Не то, чтобы у меня совсем сладкий. Но даже если в кофе добавить молоко, это уже будет еда. Если я в кофе добавлю молоко, я его могу не сладкий пить. А так нет, он мне просто не идет. А без кофе я не могу. Не могу и все. У меня даже если нет кофе, который я сварю, и у меня только растворимый, и все. У меня даже нет настроения. Вот как-то, может быть, от этого отвыкать, не знаю. Вечером нормально, да? Вечером ты себя переборешь там. Хочется что-то там, да, чайку выпить с чем-то, например. Ну, с чем можно вечером чаю попить? Ну, с печенюшкой там с какой-то, да? Или бананчик съесть, яблоко есть. Там если яблочки. Вот этого всего, вот такое условие интервального голодания. Вот этого есть ничего нельзя. Я об этом очень мало знаю. Я просто знаю, что... Я просто предчувствую, что моему организму будет легче. И первое мое желание, чтобы я избавилась вот от отеков. А там уже дальше как пойдет. Поэтому мы, конечно, очень часто едим уже где-то, наверное, в 6-7. Потому что Коля бывает идет с работы. Пока он в душ сходит. Пока оттуда все. Если он, например, покушал, а в душ не сходил, он говорит, то и, как они говорят, мне прям вот... Ну, неохота. Он, конечно же, идет, он моется и все. Но легче, когда ты придешь, пока ты намоешься, ты приведешь себя в порядок, уже потом ты садишься за стол. Это уже время тоже идет, правильно? Поэтому хочется и поужинать с ним вместе. Хочется уже в 6 часов сесть за стол. Вот я, например, помню, когда я жила со своей свекровью, вот я, когда к ним пришла жить, и у меня, вы знаете, вот режим их жизни тоже как-то вот... Не то чтобы удивил, но они каждый раз... Нет, они тогда работали... Работали они до 6. Потому что дорога, например, она работала в дорожном, пока они шли пешком. Дорога занимала где-то, наверное, у них минут 15, они прогуливались. Потому что тогда не было, что женщины работали до 5 часов, по-моему. Как-то они, да, у них либо обед был большой, но работали они с 9 утра. Может быть, если бы работали с 8, то работали бы до 5, да, потому что у мужиков рабочий день заканчивался. Кто работал, например, если они на ремонте, то они в гараже работали до 5-15. И полшестого уже мы ждали своих мужей домой. А вот бухгалтерия, значит, они работали подольше. Может быть, обед побольше у них был. Нет, обед был с 12 до часу. Но они в определенное время всегда садились ужинать. Вот к чему я говорю. В определенное время садились ужинать. И после ужина, например, вот отец моего бывшего мужа, он пил только чай. Он больше вообще ничего не ел. Но у него были, видите, чего? У него проблемы были с желудком. Он много выпивал. Не то чтобы каждый вечер. Это вот по молодости он. А потом уже возраст у него подошел. Он уже не пил столько, сколько в молодости. Вот по рассказам своей свекрови, например. Я знаю, но все равно выпивал достаточно много. И мог и на неделе выпить. Мог и выходные выпить. Но даже выпившего никогда не ел. Вот как у меня свекровь говорила. Лучше бы, говорит, он закусывал и ел побольше. У него были проблемы с желудком. Вот он умер от рака желудка. Но они вот поедят. И у меня свекровь никогда не ела больше ничего. Она ужин и ужин. А мне, я была молодой организм. А худющая была, друзья, не поверите. Вообще худющая. Я до 30 лет была худенькая. Вот кто меня помнит, до 30 лет всегда была худенькая. Это уже потом, может быть, немножечко я уже остановилась. Когда после 30 лет женщины немножко хоть какие-то формы я обрела. Это вот пополняла после Кирюшкиного рождения. А так была худая и постоянно есть хотелось. Все время хотела кушать, кушать, кушать. И для меня как-то вот мы поели, например, вечером. А так как ты живешь все-таки у чужих людей. Ну, вроде бы еще, да, ты не привыкнешь. Ты не пойдешь, чаю себе не нальешь. Есть вроде не попросишь. У меня все время это в желудке-то подвывало. Мне все время хотелось. Чай там с белым хлебушком и с плавленым сырком и с маслом. Раньше это было безумно вкусно. Вот. Они никогда. Я не помню, чтобы у меня свекровь там пошла чаю попила, например, да. Я даже не помню, она вообще могла мне чаю предложить или нет. Например, вот когда у меня муж уже приехал в отпуск. Приехал в отпуск, и у него было два отпуска за время армии. Это рождение ребенка. И у него дядька умер, когда вот я тоже рассказывала. Когда вот он еще был, я ему там могла сказать, да, давай хоть чайку попьем. Могли. Он-то у себя дома, он не стеснялся. А я все равно стеснялась. Вот. Мне еще могли пойти там что-то покушать. Вот. Я не помню, да, чтобы... Свекор у меня все время пин чай. Вот такими большими чашками. У него была своя чашка, которую он даже мыть не разрешал. Я один раз ее намыла. Он говорит, ее не трогай, не дай бог разобьешь. Такая чашка была красивая, не толстая такая, тонкая чашечка. Вообще мне нравилась. Сейчас я даже таких и в продаже-то не вижу. Таких чашек. Ты все время, она у него была чай, чай. Он очень много пил чаю. Суп очень любил в обед, чтобы суп был обязателен. А вечером... А чем мы вечером питались? Редко была рыба. Потому что рыбаков в семье не было. Это потом уже у меня вот... Бывший муж у меня ездил, если на рыбалку, на какую-то это было редко. Ну, на дачу он мог рыбу половить, да, вот рыбу пожарить. А так в основном картошка, рыжики, капуста, мясной. Я даже не помню, что-то у нас бывало на ужин мясной или нет. Но видите, еще я попала в тот период, когда были вот эти вот дни, вот эти годы-то, когда даже сахарного песка в магазинах не было. Мы как-то питались вот одной картошкой. Я как сейчас помню, что у меня свекор спрашивает, вот у меня свекровь. Говорит, что у нас сегодня ужинал? Говорит, картошка. Он даже психанул. Она говорит, а что я тебе могу предложить? Колбаса бывала редко. Майонез это был дефицитом, да. Я вот рассказывала, что они ездили в Пудаш, это в Карелию, чтобы купить какие-то дефициты. Она даже не помнит, что мы ели. А что она готовила на обед? Вот, например, на первое она все время суп готовила. Каждый день суп должен был быть. Суп. Выходные там оладьи, какие-то блины. А в основном все вот рыжики, овощи, капуста. Это и хорошо, конечно. Ёжики делала часто. Но я не помню, чтобы она, например, фарш крутила, может быть, покупной какой-то был. Не помню. Вот как-то вот это вот питание я вообще очень плохо помню. Я вот все вот эти годы, потом еще мы стали, когда жить одни, я все время была голодная. Потому что есть было нечего. Потом зарплаты перестали давать. Вообще. Вот я помню, что мы ели одну картошку. Были времена даже. Крупы-то не знаешь, на что купить. Вот такие времена были пережиты. Ничего, выжили. Выжили ведь. Вот. А сейчас, конечно, тяжеловато. Хочется. Вот я, например, вот эти три дня, да, например, хочется мне. Вот яичко вареное хочется съесть, да. Вот я, например, вечером, Кирюшка у меня все равно приходит, он все равно ужинает, да. Мне бы тоже хотелось, например. Я вчера пиццы пекла. Достала с морозилки всю колбасу, которая у меня была по чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Там сосисок, кусочек колбаски, еще что-то. Я напекла пиццы. И тесто еще развела на две порции. У меня, например, муки ушло, наверное, грамм 800. На два замеса у меня было сделано. И что-то я подумала, что у меня его будет мало-мало. Оно у меня такое получилось просто замечательно. Вот оно растет, как на дрожжах. На дрожжах растет. Такое выражение, да, растет и растет и растет. Я от него отрезаю, пиццу делаю, оно у меня еще больше делается. Вообще тесто получилось такое удачное. Ну вот тоже я, например, днем съела, я, наверное, три кусочка съела. Какая-то пицца у меня получилась тоненькая, какая-то потолще. И вот я два тонких кусочка и от другой пиццы отрезала. Я смотрю, там тесто как-то вот побольше было. Вот. Делала я вот такими формами, в которых пеку тортики круглые. Вот такие у меня были пиццы небольшие. Можно было бы на противень, но я не люблю это. Там отрезаешь, кому-то идет краешек, кому-то серединка. Нет, я сделала круглые. Ну и что, вот я поела только пицца. Утром я съела... А что я утром даже вчера ела, я не помню. Рис. Я ела рис, оставалась подлива, я сделала рис с подливкой. Это было где-то, наверное, часов в одиннадцатом часу утра. Вот. Рис с подливкой. Три кусочка пиццы и все. У меня не было ощущения голода вечером. Не было. Скорее всего, была вот привычка, да? Рука тянется что-то там заживать. Вот. Было бы, наверное, яблоко, схватило бы яблоко. Ну, тоже нельзя. Бананы тоже нельзя. В общем, я стараюсь, друзья мои. Я потом вам скажу честно, продержалась я или нет, сорвусь я или нет. Конечно, я настроила себя конкретно. Настроила, надо к этому просто привыкнуть. Вообще, у меня, моя сила воли всегда была такая, вы знаете, это сейчас сила воли. У меня и сила есть, и воли есть, да, а сила воли нет, как говорят. А вообще, я раньше была таким человеком, если я что-то задумала, я всегда сдерживала в своем обещании данное, например. Вот, если, например, ты даешь себе обещание, вот этого не делать, я этого не делаю. Если я сказала, что мне надо это делать, мне надо прекратить, и мне надо начать вот это, я обязательно это делаю. Я всегда была обязательным человеком. Я себя не нахваливаю. Но ответственность у меня всегда была. Что на работе, что вообще вот в жизни, в семейной жизни. Если я знаю, например, да, что у меня, мне надо с вечера, например, завтра какой-то день такой, когда у меня вообще не будет времени, я должна с вечера сделать какое-то дело, а мне, ой, как неохота. Я все равно, я встаю и я делаю, друзья. Я даже вот к вам вчера видео не записала, у меня и то на душе нехорошо. Ну, так вот. В общем, посмотрим, посмотрим. Сорвусь, да сорвусь, скажу сразу. Конечно, хочется вечером кефирчика выпить. Вот кефирчик вообще бы вечером, да, было бы замечательно. Кто-то ведь говорит, нет, я на диетах не сидела никогда. Я вообще не знаю, что такое диеты, потому что у меня никогда не было лишнего веса. У меня лишний вес появился, вот как Кирюшку я родила, так все, начались проблемы с лишним весом. Я вообще, ну, вы видели меня после родов. Я вообще не поражаюсь. Как еще Коля от меня не ушел? Вообще жаба жабой была. Я была раздутая, как не знаю что. Я очень плохо ходила беременность. И во время беременности приехал у Коли товарищ, с которым он был на вахте. Он посмотрел, говорит, Ира, как ты изменилась. Он не мог вообще сдержаться даже, он так мне и сказал. Я, конечно, после родов я похудела. Да, конечно же, я скинула вес. Потом сколько Кирюшку кормила грудью. Долго, наверное, чуть даже больше года. Вот, и все равно вес у меня держался. Я пыталась тут что-то попробовать посидеть на гречке. На одной гречи ты не посидишь, ты все равно хочешь, да, где-то и кусочек колбаски, там, миска и что-то такое. В общем, ну, разжираться-то мы, конечно, никогда не разжирались. То, что, например, вы видите, я готовлю, я готовлю, это мы за один раз есть реально не сможем. Мы вообще с Колей мы шашлыков наделали, да, мы видели, вот сколько было шампуров шашлыка. Мне кажется, раньше, когда я была вообще худющая, как доска, я могла эти шашлыки, наверное, все съесть за раз, плюс еще картошка, плюс еще что-то, и вообще не в одном, как говорится, глазу. А тут мы эти шашлыки, мы их ели еще и на следующий день, и еще потом, я говорю, Коля, надо доедать. Мы делали их, когда? Пятницу. В пятницу мы ели в субботу, и еще мы их доедали перед тем, как, вот, я говорю, Коля, надо доедать и суп, и это мясо. Кирюшке уж не стали возить, потому что что, двухдневной давности не повезли ему. Мы уже доедали эти шашлыки. И вот мы чувствуем, что еды нам надо меньше. Я говорю, Коля, ты вообще питаешься по режиму. Вот ты утром уходишь, да, утром он выпьет кофе, редко, когда я там приготовлю завтрак. Но он приезжает, например, приезжает на работу, у него что-то есть к чаю, если, например, там тортик или еще что-то с собой, он возьмет или те же орешки, он чаю попил. Потом он пьет чай в 10 часов, он пьет только вообще чисто чай, ну, чтобы выпить горячего чая, все-таки зима. Летом он пьет воду, а зимой хочется что-то сокреться. Они же там постоянно то на улице, то в пароходах где-то, все равно холодно. В обед у него, в обед он мог бы питаться полноценно, идти в столовую, но он берет из дома то, что вот дома, например, останутся. Вот, например, сделала я там окорочков, да, мы покушали, у нас осталось, он на следующий день это берет. Вот, то есть он позавтракал, даже не позавтракал, ну, чаю там с чем-то попил, может, бутербродики какие-то, да, например. Потом он пообедал, и он приезжает домой ужинать. Он, у него вообще нет желания после ужина пить чай, он может там, я говорю, Коль, ну, давай хоть молочка, вот я печенье напекла, да, выпей хоть молочка с печенюшкой, ой, что-то я не хочу. Вот, а откуда вот это вот пузо, да, ладно бы там, он бы пивом себя накачивал, да, или бухал бы как-то вот откуда-то, я говорю, откуда у тебя пузико-то растет, я вообще не понимаю. Человек ест вообще, наверное, меньше меня, это я могу дома, да, что-то схватить, перекусить, вот серьезно вам говорю, меньше меня. А я тут сфотографировала, это порции подливка, котлетки, все, да, она мне такая говорит, ну, вообще, ну, у вас и порции. Я говорю, да это, говорю, я сфотографировала так, да ты, говорит, себе, конечно, ты себе, говорит, больше, чем дяде Коле положил. Я говорю, ты что совсем? Я говорю, не стыди меня, я говорю, эта фотография такая, я говорю, все время стараюсь себе положить поменьше. Вот, ну, еще, видите, надо, конечно, положить столько, чтобы на тарелке не оставалось. Вот эти вот прожитые годы в голоде, да, вот этот период жизни, когда мы, когда, например, было время, что я отдавала детям то, что есть, да, и то, что оставалось на их тарелках, да, я могла доесть там, например, они не доели, то я доем, чтобы хоть самой что-то покушать. Да, было такое, было, друзья мои, что скрывать, многое я вам рассказывала о своей жизни. Я не говорю, что я там постоянно была бедная и голодная, но были такие дни, когда вот есть чуть-чуть макарушек, но детей сварила, разделила, а тебе нечего и кушать больше. Вот, или то, что там, доклюешь за них. Поэтому еду я вообще, я не могу оставить на тарелке, поэтому я накладываю себе столько, сколько я съем. Иной раз ты положила, ты уже чувствуешь насыщение, ты уже не можешь, и все равно ты доедаешь. Вот это уже привычка, и ее уже не убрать. Ни за что, ни за что. Так, ну ладно, друзья мои, чего мы? Ну, на даче увидимся или нет? Будет в следующем видео история, очень интересная история. Я давно тянула с этой историей, потому что то одно, то другое. А хочется поговорить по душам, хочется что-то обсудить, да. Может быть, я на историю поставлю премьеру, чтобы она была заранее, чтобы вас побольше было, потому что что-то у вас совсем стало мало со мной. Лайков вы мне не ставите, сколько я вас не прошу. Чего-то так. Вот. А так вообще, конечно, спасибо вам, друзья. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что смотрите на дзен. Я просто вижу своих постоянных зрителей, которые смотрят меня и на ютуб, и которые посмотрят на дзен, прокомментируют. Может быть, они уже знают, о чем речь, но они напишут комментарий. И за это вам огромное-огромное спасибо. Спасибо вдвойне. Ну, вот так вот. Итак, друзья мои, весна началась. Настроение себе поднимаем, чтобы у нас не случилось. У нас в жизни у всех что-то происходит. Я понимаю, что есть события, которые просто нам не дают полноценно порадоваться жизни, но мы не будем притягивать себе негатив. Действительно, когда правильно Катя сказала мне, прочла строки, по-моему, Ницше что ли сказал, я не знаю, как точно это написано, но если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя, либо тебя затягивать. Как-то так, друзья мои. Если вы хотите, можете мне поправить, можете почитать в интернете, но суть-то одна. Если все время смотреть в пропасть, конечно, это пропасть тебя затянет. Нельзя. Я уже так когда-то жила. Я жила и боялась поднять себе настроение. Нельзя этого делать. Нельзя, друзья мои, нельзя. Весна, 1 марта. Все, всем до свидания. Если на даче что-то вечером запишу, то обязательно вам отправлю. Отправлю. Все, всем пока.